Итак, вопрос функции права. Право существует не только в сознании, как идее, но и в межличностной социальной реальности. В отличие от математических формул и геометрических фигур, право не может только лишь мыслиться, оставаться в абстракции. Очень важно его социальное воплощение, его роль в обществе. Социальное назначение права состоит в регулировании общественных отношений, что является основной целью права. Важно при этом понимать, что обычный человек чаще всего не воспринимает право как систему, регулирующую его жизнь. Бельгийский юрист Марк Ван Хук подчеркивает, что для обычного человека право – факт внешней реальности, в чем-то схожий с погодными явлениями. Правовые запреты и обязывания часто воспринимаются не как нормы, регулирующие, детерминирующие его поведение, а как внешние факторы, влияющие на его поведение. Сигналы светофора, новые требования подачи налоговой декларации, изменения в датах подачи показателей счетчиков воды, особое процессуальное правило приветствия судьи. Для многих людей все это внешние обстоятельства, как влияющие на жизнь человека, но не определяющие ее изнутри. Юристы же склонны придавать праву ключевое, регулирующее значение, так как будто человек живет и существует с внедренным его по сознанию кодом права, что его поведение определяется специальными правилами, внутренне присущие человеческому существованию. В юридической науке функции права рассматриваются в различных аспектах, в том числе с точки зрения юридического содержания. Давайте сначала обратим внимание на определение функций права, которые представлены на слайде. Можно выделить три функции права, две из которых носят преимущественно регулятивный характер, регуляторно-статическую, регуляторно-динамическую и защитную, или иное ее название охранительная. Регуляторно-статическая функция заключается в формализации закрепления, иногда говорят юридизации общественных отношений. Назначение права в этом аспекте заключается в том, чтобы обеспечить стабильность общественных отношений, обозначить первичные правила игры в рамках ключевых социальных институтов, в личной власти, собственности, правосудия и других. Регуляторно-динамическая функция права заключается в развитии общественных отношений. Если бы право осуществляло только статическую функцию, оно бы законсервировало регулирование общественной жизни. Скорее всего, люди со временем начали бы воспринимать правовое воздействие как неэффективное и излишнее, перестали бы искать защиты в правовых институтах и искали бы правду в других формах. Динамическое начало в правовом регулировании отражается в проницаемости права перед социальными изменениями. В обществе происходят постоянные изменения, на которые право должно реагировать. Совершенствуется государственное управление, появляются новые конструкции, материалы, особоисточники энергии, ядерное, термоядерное, новые информационные технологии, уникальные виды экономической, социальной, культурной деятельности и так далее. Все они на определенном этапе развития требуют правового регулирования, поддержки и юридической защиты. При этом развитие права как системы норм может даже опережать социальную практику. Важно заметить конструктивистскую, созидательную роль права. Эта роль особенно видна в период решительных социальных преобразований, которые происходят после революции – политических, социальных, технологических. Примером могут стать правовые акты во Франции после 1789 года и в России после 1917 года. В первом случае изменения затронули структуру политической власти. В законодательство была введена категория права человека и гражданина. Законодатель стремился изменить структуру, существовавшей в то время сословной структурой общества. В советской же России изменения затронули не только основы государственного и земельного права, но и семейное право. Правовое регулирование изменяло, пусть и не сразу, отношение к семье, заключению и расторжению брака, положению детей, которые были рождены вне брака и так далее. То есть оно меняло социальную реальность. При этом так называемый правовой идеализм или наивный конструктивизм, полагающий, что сугубо правовыми средствами можно построить совершенное общество, может привести к очень серьезным негативным последствиям. Охранительная, защитная функция права заключается в том, что право защищает общество от распада. Уголовный кодекс в таком свете предстает не только как источник определенной отрасли законодательства, но, по мнению русского юриста Николая Алексеева, как основной этический кодекс общества. Право можно представить как хитиновый защитный покров общественных отношений. Право активно борется с правонарушениями, противоправным поведением, дезорганизующим общественную жизнь, защищает правовые ценности граждан, коллективов, общества, государства в целом. Осуществляя эту функцию, право стремится вытеснить из жизни иные, конкурирующие с ним регуляторы. К сожалению, эта функция права имеет тенденцию к перерождению в неправовое охранительство, то есть защиту эгоистических интересов правящей элиты, господствующего класса, группы лиц или даже отдельного должностного лица. Может служить средством консервации социальных пережитков, препятствием для общественного развития. Таким образом, мы определили, что представляет собой функции права. Чем отличается регуляторно-динамическая и регуляторно-статическая функция? В чем специфика охранительной функции права? Давайте перейдем к рассмотрению следующего вопроса. Право и правовая система.